В минувшие выходные долгожданная встреча односельчан прошла в живописной деревне Фотисала, расположенной в Бахчисарайском районе. Уроженцы этого села и их потомки каждый год с нетерпением ждут этого события. Они чтут память предков, стремятся сохранить историю родной деревни. Один из них – Якуб Люманов. На протяжении нескольких лет он собирает информацию об участниках войны – крымских татарах, выходцах из Фотисала. Их фото он размещает на мемориальном комплексе в центре села, где пять лет назад по инициативе его семьи был установлен памятник танкисту Якубу Люманову. «Абидей Рахметли М.Д.М.Д.М.Д.» «Дженгті ищет рахетті. Ерманиягы яқын олғанда, 45-йылы февраль айына немец келді. Ту кечінді дыр. Отамында, доғыма. Башта оқыма кетті Ахьярды. Ахьярда оқыды. Ахьярдан сонына, «Харбаранжиилы, дженгті апкетлер, имділіра, баба, рабметле бітачихы, харпаба, бітамады, сапияы, харпабады, гуманады, іпседол мамадан. Альда, евлер тура. Наслескен халды, евлер халды, евлер халды, тэсты, тэк тописын денэш таттлери. Ата, ербич ернды тұра». Сохранилась в селе Футисала и старинная мечеть, которой более 250 лет. Каждый год в ней собираются уроженцы села и их потомки, чтобы молитвы почтить память предков. Из года в год пожилых людей на встрече становится все меньше. Одна из уроженок села Сабрия Исмаилова, которой сто лет. После долгой ссылки ей посчастливилось вернуться на родину, жить в родном дворе, увидеть дом, в котором она родилась. Ее брату Медату Исмаилову удалось его выкупить. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь, во дворе родного дома, воспоминания из детства вновь ожили в памяти Сабрия Бита. Бита, я муна дженг вақытыны хатырлайсыңыз мүмінді? Дженг вақытын хатырлайын. Мен сарнып, сақланып, юрайдым бір таранық үймендің бір көшетчегіне yapınıп, бетім көзімі yapып, ойле отырадым, уфақ бала кебек. Бомбала езділер көйлердің. Мен пенчеренің ічінде отырып, ічерде пенчередім бақайдым, бомбака ерге түшкенімі. Бұл қызы мүмінді келі. Сыргымлікті, саңархандыта, футболның плашатқаға түшүрділер бізі. Футболның плашатқаған келіп келіп алыдылар, бір атлы бөдеркәнін, ербір үйге, әрбір көйге. Бір үзбешкәні үйінде қатш елі отырдық. Бұл әң дүрегі бар ербі. В селе уцелело немало старинных крымско-татарских домов, которые хранят историю села и его жителей, живших до ссылки. Тогда население Фотисала было преимущественно крымско-татарским. Жители работали в колхозах, где выращивали фруктовые деревья и табак. Долгие годы на чужбине уроженцы села хранили любовь к родной земле. Передали ее и потомкам. Мой Харбабай был выселен отсюда. И все детство, общаясь с ним, он всегда со слезами и с особой любовью рассказывал о родных местах, которые его окружали. Мы всегда любовались фотографиями, которые удалось сделать родственникам, посетив его дом. И действительно, по возвращению в Крым мы неоднократно приезжали в его родной дом. Он был цел. И вот это была такая душевная встреча. Мы приезжаем сюда для того, чтобы вновь насоединиться. Здесь такое ощущение, что воздух другой. Я горжусь и очень счастлива, что я живу в Голубинке, в Фот Салакойнде, где родился мой отец. Где родились мои бабушки, дедушки. Жили все мои родственники. Мы живем на своей земле. Живем в своем дворе. Да, с годами прошло время мы выкупили свой дом. И с метолса мы его восстановим. Сделаем таким, как он был раньше. Чтобы наши родственники, наши дети, племянники приезжали и наслаждались. Встреча односельчан в деревне Фотисала – это большой праздник, который проходит душевно и тепло в кругу знакомых. Тех, кого объединяет трепетная любовь к земле предков.